Премиум танки А также два советских товарища Т-34-85 и Т-52 Но от них нам нужны только орудия Да и пробивать в основе мы будем с 85-мм орудия Д-5Т Которое обладает 144 средней бронепробиваемости А по вторичным, особо нежным частям корпуса Будем уже бить с орудия ЗИС-4 Обладающее 112 мм средней бронепробиваемости У этих орудий есть множество аналогов в различных ветках И думаю многие смогут обнаружить в списке свой ствол Или же мощнее Ибо то с чего мы будем пробивать Является практически минимум чем возможно стабильно брать лобовую броню премиум танков Ну и да, давайте уже начнем Первым нашим тяжелым танком будет КВ-5 Который обладает пожалуй самым серьезным бронированием из всех восьмых премов И с учетом его балансного веса Велика вероятность что в топе увидите именно его Круговая броня хоть у него и отличная Но вот легко доступные уязвимые места позволяет просто неистово его наказывать И при стрельбе в лоб это конечно же известные многим башенки Их у КВ-5 целых 4 Но не все из них одинаково легко пробиваются И если мы смотрим на КВ-5 То проще всего пробивается левая нижняя башенка и правая верхняя И стабильно берутся они с орудия Д-5Т ЗИС-4 тоже иногда пробивается Но это только впритык По двум другим же башенкам стрелять не рекомендуется Отдельно хочется сказать про тонкий вытянутый триплекс на крыше башни Он пробивается даже с ЗИС-4 и при этом проходит урон Да вероятность попасть конечно невелика Но если вы стреляете в верхнюю башенку То есть вероятность что снаряд будет попадать в него Где у нас 100% шанс нанести урон И если же не попали то снаряд летит либо мимо либо в башенку Больше КВ-5 нам никуда не пробить Все таки 170 мм во лбу И тем самым мы перемещаемся чуть в другую сторону И пробуем взять КВ-5 под углом То есть вся основная броня становится для нас еще жестче Но это нас мало интересует Ибо большие башенки все так же позволяют по ним стрелять И мы стараемся стрелять в центральную их часть Дабы не было рикошетов и угол был минимальным Борт и боковой срез башни нам по прежнему к сожалению не взялись Но новое местоположение открывает для нас новую брешь Сразу за башней идет видимый нам участок корпуса И у него очень слабое бронирование И если же попадем то стабильно пробиваем Это пригодится вам на случай если КВ-5 как-то спрятал переднюю часть корпуса Например уперся в край дома И чтобы нам сильно не приходилось выезжать Стреляем туда Даже если мы зашли КВ-5 в борт Жить нам становится немногим легче Ибо тут 150 мм брони Как у корпуса так и у башни Можно продолжать стрелять по башенкам Но тут нужно быть аккуратным И смотреть с какой стороны мы находимся И в какую башенку нам проще стрелять Сам корпус же нами иногда пробивается Но тут все таки чаще урон будет проходить Либо в гусеницу Либо не пробиваться вообще Стреляя башню чаще увидите непробитие Но есть у нее в нижней правой части вертикальная полоска брони Куда шанс пробития несколько выше Поэтому если что имейте ввиду Хотя зачем непонятно Все таки башенке не позволяет КВ-5 стать королем песка Да и в общем среди восьмого уровня Он бы составил конкуренцию любому танку Но я до сих пор встречаю персонажа седьмого восьмого уровня Который не знает куда пробивать КВ-5 И считает его просто имба танком Ну ладно, осталась у нас корма Которой мы подойдем с Т-52 И знаете, даже зад у КВ-5 жесткий И мы можем пробивать его только в верхнюю часть корпуса Она довольно большая и хорошо выделяется За телок башни же мы не пробьем И на этом с КВ-5 все И сейчас перед нами гусь Да, вы не ослышались Гусь То есть М6А2Е1 К сожалению, этого танка у меня нету Так что посмотрите на скриншот Налюбовались? Да, я тоже его хочу Красавчик же Гусь является тоже премиум танком Хоть напрямую из магазина он не продавался Но на данный момент он имеется в магазине подарков А раньше выдавался вдобавок крупному вливанию средств в игру Их количество в игре невелико И тут два варианта Либо он быстро умирает И вы не успеваете его потрогать Либо вы выезжаете прямо на него И тут блин Да почему он не пробивается? А не пробивается он ввиду своей действительно могучей лобовой брони 191 мм 191 Да тут и до Мауса недалеко Но Маусом ему на своем уровне не быть Главное, что стоит запомнить Это никогда не стрелять ему в лоб корпуса Есть замечательное пространство прямо над гусеницами Которое спокойно принимает весь урон При этом сами гусеницы от этого никак не страдают Это просто огромная его уязвимость Но и башня тоже не отличается особой броней Сама маска же очень крепка Но вот щеки, которые уже переходят в бортовую броню Являются легко доступными и хорошо пробиваемыми А еще у гуся проблематична левая верхняя часть башни Там и башенка, и щель командира Куда мы и можем стрелять Под углом же гусь по-прежнему продолжает впитывать урон над гусеницами А его щеки, которые становятся к нам под еще лучшим углом Шьются элементарно Главное, что следует запомнить Это то, что не стоит стрелять бортовую броню между гусеницами Башня наше все С борта орудие D5T позволяет нам стрелять передний каток И при этом одновременно наносить урон И держать на гусле Если же это вас не интересует, то любое место в корпусе и башне Легко и непринужденно пробивается ЗИС-4 Просто берем и расстреливаем Без жалости и боли Перемещаясь в заднюю часть Вы можете обнаружить, что в затылке у гуся 208 мм Да, я что-то не понимаю в этом мире Или в американских танках Но стоит принять это как факт Что стреляя в центр башни, вы ее не пробьете С корпусом проблем нет Хотя, знаете, если вы хотите потроллить и так страдающего гуся То можете пострелять в затылок Только в те места, переходящие в уши Или как эти места называются? С лба идет переход в щеки А с затылка? Вроде уши там идут Не суть важна В краях броня ничуть не удивляет Тем самым легко пробивается Вот такой вот он гусь Но мы-то знаем Красота требует жертв И мы продолжаем свою программу И на очереди самый дорогой премиум танк Лев Заявленная броня у него Далеко не самая высокая Зато уязвимых мест на порядок меньше, чем у оппонентов В лоб Лев пробивается нами в нижний бронелист Но иногда Д5Т не способны его взять Но НЛД у льва большой И промахнуться будет сложно Башня льва славится своей большой маской Которая способна принимать снаряды даже от топовых орудий Да и занимает она довольно большое пространство Но башню можно пробовать пробивать в нижнюю ее часть Под щеками Ну и спереди мы наблюдаем башенку командира Которая относительно небольшая Но попасть в нее все-таки можно Если попали, нанесли урон Следует все-таки смотреть, с какой дистанции вы воюете Под углом лев наращивает броню корпуса И нижний бронелист нам становится брать еще сложнее Поэтому лучше у него не стрелять А еще, помните, есть место за башней у КВ-5 Так вот, у льва то же самое Только доступность его для нас практически та же Боковая сторона башни, ввиду своей формы Становится для нас еще более доступной И мы можем хорошо туда пробивать Стреляя правее, доступны для нас ее центральные части Борт льва сопоставим с бортом гуся То есть берем Т-52 и нарезаем его от души в любое место Уж очень он тоник И сразу же скажем, что корма льва Точно такая же, как и борт То есть... ну вы поняли Ожидать сверх чего-то льва не приходится Все-таки у него совершенно другие достоинства Проводя на нем мои в роддоме Часто выходил против восьмого уровня И даже они не всегда могли меня пробить Ибо углы и лобовой бронелист иногда дико читерил Со львом главное не торопиться И тогда он вам легко отдастся И остался у нас последний премиум танк восьмого уровня Это не тяжелый танк Это китайский средний танк Тип-59 Его недавно сняли с продажи И основная тому причина Это огромное количество этих машин в боях Ввиду того, что Тип-59 унаследовал практически полностью силуэт Т-54 Он является очень крепким танком Но рассчитывает он все же не на толщину своей брони А на рикошеты и не пробитие под большими углами Но тем не менее, существуют уязвимые места, которые мы вам покажем И с опытом по быстро движущемуся СТ вы сможете попадать именно в них Нашего орудия Д-5Т не хватает, чтобы пробивать верхний или нижний бронелисты Там большой угол Но у Тип-59 есть на крыше башни В правой ее части башенка Которая и большая, и легко доступна Стрелять рекомендуем именно в нее В левую тоже можно, но она все же меньше Многие ошибочно считают, что если стрелять в щель меховода Можно достичь успеха Но на деле это далеко не так Пробивается так же тяжело, как и лобовой бронелист И зачастую при пробитии идет просто крит меховода или триплексов У Тип-59 также имеется весьма спорная и необычная уязвимость Если стрелять между маской и лобом башни, там где виден зазор, можно стабильно дамажить И тут два варианта Вы стреляете в лоб башни, либо критуете орудие, или пробиваете, ну или же снаряд может улететь к непробитию Так что это места для индивидуальных ситуаций, например в клинче, но тут опять же есть башенки Тип-59 под углом также прекрасно пробивается в башенки на крыше, а также в корпус, если стрелять в первый и второй каток В них под углом у нас проходит урон В последующие стоит стрелять, если только танк начинает видеться уже боком, нежели лбом Если Тип-59 перед нами боком, то с одного выстрела Д-5Т мы можем его гуслить и наносить урон при стрельбе в передний каток А в остальном же мы спокойно пробиваем весь корпус А вот башня особо-то и не по зубам, уверенно пробивается только задняя ее часть, ну и наверху располагается большая башенка Для кормы берем ЗИС-4 и уверенно пробиваем любую часть Стоит отметить, что Т-52 может также свободно пробивать и корпус Тип-59 Собственно на этом и заканчиваются интересности про этот танк Да и в целом мы показали кого, куда и как можно карать Надеемся, что информация была для вас полезной Ну а следующий выпуск по пробитиям будет уже гораздо быстрее, нежели эта часть Оставляйте комментарии, что бы вы хотели в нем больше увидеть Пробитие топовых ПТ-САУ или же тяжелых танков 9 уровня Отдельная благодарность людям, которые предоставили свои танки на обстрел А с вами был я, Константин Солдатов Также известный как Потом-64 РУС Портал MMORPG.SU Всем спасибо, всем удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова